Политика, конечно, избитая тема. Насколько вообще, мне интересно, американское общество политизировано? А ну как вот вообще к политике? У них столько проблем, им некогда этим заниматься. Они начинают политикой интересоваться, мне так кажется, когда уже дети выросли, и им делать нечего уже, все. Ну вот сейчас выборы президента. Всем как-то все равно или есть какой-то ажиотаж? Есть какой-то процент людей, которые этим увлекаются. Так же, как и, допустим, малолитражными самолетами. А, это как хобби политика в Америке? Да, как хобби, вот именно, да. Именно как хобби. Есть люди, они прям такие, знаете, они энтузиасты. Вот едешь по дороге и смотришь возле домика, прям возле дома, жилого дома, они прям натыканы в плакатики, такие, знаете, в шпажках, на таких они прям... Ну да, 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 я видел. О, да, это самое. Один дом тут у нас есть, там портрет Трампа во всех окно, такой Трамп наш президент. Это энтузиасты, да, но это один дом на всю округу. Так что, да, это хобби, да. А когда приходит время голосовать, мой муж, вот так вот, американец, да, получает этот голосовательный, этот самый похожий. Он просто смотрит, значит, две партии, да, одна там демократическая, другая республиканская, да, демократическая, это отстой, он даже не смотрит на имена, он республиканская, республиканская, галочки поставил, послал, все, даже не смотря. С президентом там, конечно, уже Трамп однозначно, все, а так, чтобы на вот каждый день люди интересовались только энтузиасты. Вот поверьте, столько проблем. Если это трое-семеро полах, там, тебе не для этого, просто вот тупо не для этого. Если кто-то слушает новости в машине, да, едя на работу, то это, я не знаю, маленький процент. В основном музыку слушают, там, я не знаю. Ну, в общем, как таковой, американец средней политикой вообще не интересуется, получается. Если только он не в Нью-Йорке там живет, знаете, вот там Нью-Йорк, вот это крупные города, там, как бы, вот, ну, там политика вся крутится, вот там четко, потому что один русский мальчик там жил в Нью-Йорке, да, пытался сделать карьеру при Обаме, вот он приехал нас навестить, да, и я сказала, что Обама, отстой по мне еще, он ко мне так наехал, я вообще чуть не упала, и попробуй что-нибудь против президента там скажи в самой столице, да, вот. Это не столица, ну, вот, Нью-Йорк считается центр, да, крупный, политический, как бы, да, во всем случае. Все, там четко, если ты не в струе, как бы, ты против всех, все, ты уже, как бы, не вписываешься, да, вот так вот. Потом он уехал, да, и все, он за Трампа уже. Так что, вот так и так. Все, ему же не надо... Обама устал за Трампа. Интересная политическая такая карьера. Да, потому что, если бы он там остался, он бы давил бы за этого, за... Ну, за демократических, понятно. Конечно. Переехал, стал республиканцем. Да, 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 потому что так и есть, потому что обзавелся семьей, у него дети появились, и у него все сразу нервозрение поменялось, как бы, да, потому что эти республиканцы, они больше в либерализм скатываются все больше и больше, как бы, да. Вот, кстати, понятие социализм в Америке совсем не такое, как у нас, да. Я когда разобралась в этом вопросе, я просто в шоке была. Для них социализм – это когда бездельникам дают что-то бесплатно, да. А я говорю, подожди, подожди, подожди. Социализм – это когда, если ты не работаешь, ты враг народа, ты идешь, если ты не хочешь работать, как бы, добровольно, да, ты идешь в тюрьму и работаешь насильно, как бы, да, все равно приносишь пользу государству. Вот это социализм. Подожди, негр, живущий в Америке поколениями на пособие – это… Это социализм, да. Так Америка социалистическая, получается, государство? Это как вот у них уживается? Ну, я не знаю, как они это… Надо спросить, кстати, хороший вопрос. Если столько много народу живет на пособиях, то какая-то страна, да? Да, то есть, получается, социализм… Они позиционируют себя как социалистическая или даже социальная государство, да, они позиционируют себя как, я не знаю, надо поинтересоваться, потому что, да, это хороший вопрос. Я не знаю, как сами американцы об этом думают, вот вся вся проблема тогда, потому что официально у нас не социальная государство, нет, нет. Они осуждают это, вот обычные работяги, да, они говорят, социализм – это плохо, потому что им внушили, что социализм – это когда бездельникам дают что-то за бесплатно, да, а на самом деле-то это же не так. Вы вспомните, да, наш советский социализм, да, как у нас. Если ты не хочешь работать как бы, ну, как по своей воле, ты будешь работать против своей воли, тебя заставят. Наверное, путают со шведской социальной системой, вот, социальное государство и социализм, получается, такая разница. Да, да, я поэтому, они так против коммунизма и социализма в принципе, потому что они считают, что мы бездельники, квартиры нам давали ни за что бесплатно, да, и все это нам ни за что, как это ни за что, да, мы трудились как лошади, да, ломовые, да. Ну, да, там сколько нужно было отработать на предприятии, чтобы получить эту квартиру. Смотря на каком предприятии мы работали, потому что когда мой папа приезжал на БАМ, там, на север, да, ему квартиру куда-то, вот, на севере зима, да, ты с тремя детьми приехал, ты что, будешь на улице, что ли, жить? Нет, тебя куда-то посерят, а потом сначала, может, в общежитии, да, если ты не специалист, а просто рабочий, да, а если ты специалист, квартиру тебе сразу давали. Ну, а кто из тех же американцев захочет из Калифорнии, допустим, переехать на Аляску, даже если бы квартиру давали бы. Ну, ездят люди из Калифорнии на Аляску за деньгами, не на совсем, конечно, вот они, ну, как на Аляску, Аляска как перевалочный пункт, получается, да, было даже, есть вот такой канал, называется Home Garden TV, да, Home Garden, дом и сад, там вот эти все риелторские шоу, как дома продавать, как покупать, там, первый раз покупаете, там, десятый раз, там, миллионные дома, всякие, ну, причем на все вкусы, да, шоу, и было такое, сейчас не знаю, не смотрю некогда, вот, но было такое шоу, продаем Аляску, да, и вот там многие очень люди, там, начитавшись, там, я не знаю, Джека Лондона, смотревшись, просто хотят, вот, глухомань, никого не видеть, ничего не слышат, со всей Америки, маленький процент, очень мало людей, но есть такие, понимаете, вот, есть такие, а если краба флавить едешь, это очень хороший бизнес, за два года ты на дом себе заработаешь спокойно, краба флавить, потому что живешь на корабле, что платить не надо, и деньги капают. Ну, видите, не все хотят ехать крабов ловить. Все хотят, просто, просто, как бы, ну, где родился, там и пригодился, если ты в Аляске родился, то ты в Аляске, а если ты в Калифорнии родился, ты виноват, разве не ехать. А вот тем, что родился в Калифорнии. Ну, сколько бы, ты, почему ты должен ехать куда-то на Аляску, если ты родился в Калифорнии, правильно же? Правильно. Ну, не, ну, я же слышал, что там часто все меняют штаты, переезжают, там ищут, где лучшая работа. Во время ковида, допустим, половина Калифорнии нормальные люди просто выехали оттуда, и из-за этого цены поднялись. Вот я продала дом свой, да, три года назад, три года назад, который я покупала за 350 тысяч долларов, ну, в ипотеку, разумеется, да, я продала его почти за полмиллиона, только потому, что вот калифорнийцы со своими деньгами, они просто за кэш покупали, понимаете, вот за, даже не брали никакие ипотеки. У меня соседка, они тоже продали свой дом, купили за такие, за эти деньги, что они продали, они купили новый дом в раза больше, потому что от застройщика они покупали, как бы, еще не достроенный дом, да. Вот, по соседству, вот тот же застройщик строил дом, калифорнийцы приехали, и мужик сказал, открытая цена, да, вот как открытая дата бывает. То есть, цена еще на дом не установлена, он уже согласен ее заплатить за деньги, то есть, за живые деньги. За кэш. Да. Вообще, редко, у вас редкие операции с кэш, насколько я помню. Почему? Я купила, я продала дом, мне хватило потом купить за эти деньги квартиру себе, да, поменьше, конечно, да, и не в самом шикарном районе, но это квартира за кэш, все, мне хватило потом найти. Очень редко, но калифорнийцы, которые вот устали от этой Калифорнии, от этих всех вообще передряг, налогов и цен, и политики, да, потому что там такая либеральная политика, что дальше некуда. Просто они от этого устали, они все ломанулись во все штаты подряд. И самый ближайший это Орегон, да, что там еще, ну, Юта тоже, Юта, они тоже подняли цены. Мой муж из Калифорнии, он все бросил, он сказал, я это уже все не могу терпеть, просто сколько я не работаю, мне денег не хватает, да, семья, там, дети, все дела, все. И построил он здесь хороший дом, все и трактажа, никогда, нормально. В общем, получается, сейчас в Калифорнии все покидают. Кто что там останется, одни бомжи? Уже, наверное, не все покидают, как бы, этот, ну, как, этот схлынуло все, как бы, все, кто хотели, те уехали. Я не знаю, что там сейчас в Калифорнии, но, как вам сказать, я видела видеоблог нашего русского парня, который живет в Лос-Анджелесе, да, в одном из районов Лос-Анджелеса. В общем, все большие города, как бы, от Лос-Анджелеса, даунтаун, а остальное все маленькие городки, да, вот у них свое название, свой, там, этот самый, как его, zip-код называется, русский индекс, да, почтовый. Все-все-все, и вот там у них свои, своя управа, городской совет, там все свое, как бы, маленькие такие комьюнки называются, да, и вот на карту, если увеличить, вы увидите эти прям названия этих городков, прям они везде, ну, там, то есть это не просто там третий квартал, да, а вот именно городок. Вот, и он рассказывает, значит, что у нас мы от Лос-Анджелеса дом, где бомжи все обитают, да, мы живем буквально 10 минут везде, да, когда, если, если на красный свет не попадать, прямиком 10 минут везде, вот, но в нашем районе даже сами полицейские говорят, что это просто вот курорт, потому что единственное, что они ходят, выписывают штрафы за неправильную парковку, да, вот. преступности нету, живут богатые люди, этих самых, ну, богатые, состоятельные, да, бомжей нет, потому что городской совет не выделяет на это деньги, это все идет из городского совета, потому что городской совет так решил, да, вот наш городской совет решил не давать никаких там этих пособий, никаких, никакой бесплатной еды, ничего, все, до свидания. Смотрим, кто в совете, два советских армянина, которые и одна женщина, американка, все, наши советские армяне правят маленьким городком, никаких бездомных, никакого тебе дерьма на улицах, все, никаких наркоманов, все, вот советское руководство. В общем, чистый, хороший городок получается. Да, все, поддерживают порядок, потому что мы, как бы, советские люди. Ну, насколько я понял, то это коммунити, вот это объединение, немножко, может, какие-то даже свои правила устанавливают там по правилам жизни, так что ли? Нет, нет, ну, коммунити это больше всего как соседство, знаете, коммунити, как бы жилой массив, я бы так сказала, да, а городок это чуть-чуть больше, потому что, допустим, если застройщик покупает землю, да, и строит там дома, там у них обычно от 10 до 15 различных моделей, да, ты приходишь застройщик, говоришь, я хочу дом, да, и выбираешь себе модель, там, обоговоришь детали, все, все, они тебя строят, вот это комьюнити, да, объединенное каким-то вот ореолом проживания, да, но это меньше, чем вот городок, городок это несколько коммунити, так что там, как-то там, да. Понятно, но ты можешь выбрать только из этих моделей, которые тебе предлагают, свой какой-то ты уже не можешь постой дизайн. Да, если тебе не нравится, идешь к другому застройщику, у застройщиков здесь много, прям плакаты такие стоят, вот распахали землю, да, у нас вот тут дома остров, раньше ничего не было, вот просто, вот просто был бурелом, да, сейчас вот домовку настроили, да. Застройщики будут разные, можешь сам себе дом построить, сам найти контрактора какой-то, да, который будет тебе строить по твоему индивидуальному плану, там, ну, разные варианты. Есть такие, которые просто строят дома и продают, уже готовые, все, ты ничего не можешь там сделать, вот купишь и готовы, все, как есть, все. А есть такое, что тебе предлагают, там, место, там, планы, да, отделку, там, несколько вариантов у них есть, там, внешняя, внутренняя отделка, все, все, все. Вот, на ваш, на ваш уровень, как бы. В общем, на все желания и пожелания. Конечно, конечно. А есть такое, что таунхаус построили тебе, пожалуйста, там, что построили, то уж построили. И на таунхаусы спрос тоже есть у вас? Да, есть, конечно, они дешевле, во-первых, но там проблемы свои, там, с парковкой, вечно проблема, потому что они же, как бы, ну, это же длинный ряд из квартир, как бы, да, определенных. Если ты там живешь, у тебя гараж на первом этаже, прям заезжаешь туда, это уже в доме сразу, там, потому что так экономится место. А если в гости приехал, я к подруге у нас приехала, мне пришлось парковаться, я не знаю, я серьезно, я шла мимо 15 пешком, потому что я не могла парковочное место себе найти. Вот проблема тоже. В гости ездить тяжело. Ну, везде свои плюсы и минусы. Да, конечно, конечно. Хотя вот, кто может себе позволить, да, дом с участком? Вот, допустим, моя дочка, первый дом они купили, у них задний дворик, вот буквально 4 метра на 2 метра шириной. Все, там вот собачки только выйти, свои дела и сделают и до свидания. Там не развернешься. То есть детям вот так побегать просто негде. Ну, первый дом. На что хватило денег на той купили? Вот, сейчас ждут пока, когда дом уже наберет, как бы, ну, здесь все этим занимаются. Есть такое понятие first time home buyer, да, это человек, который покупает свой первый дом. Да, это всегда или вторичное жилье, или вот маленький участок, или townhouse, что-то в этом роде. Они там живут 5 лет, потом продают. Дом в семье подрастает, потому что кругом застраиваются все. Школу рядом построили, вообще цена будет, ну, все хотят рядом со школой, если есть дети, да, если семья. Вот, 5 лет цена дома вырастает до 30%, да. Вы рассчитываете с банком, и у вас уже больше, как бы, первоначальный взнос на следующий дом. Тут это целый бизнес. Вот они дом за домом продают. Как бы, как бы, растет постепенно, получается. Да, да, да. И потом, вот, таким образом, если все по уму делать, да, допустим, моя дочка, они не могли купить себе дом, потому что у них не было первоначального взноса. Но регулярно правительство, как бы, как бы, подталкивает людей, да, к покупке дома чуть-чуть подальше, чуть-чуть подачи, да, это называется заселение сельскохозяйственных территорий, что-то в этом роде, да. Вот, допустим, если вы живете рядом с трассой, да, ну, вот, фривей, да, трасса, вам очень легко, вот, заскочили и сразу памцы на трассу, вот, вам полчаса по трассе ехать до работы, а еще до трассы нужно доехать. Вот моя дочка купила первый дом, они свои, как раз, вот, далеко от трассы. Полчаса до трассы нужно ехать, для этого фривей. Это далековато, но это час езды до работы, да, а если бы рядом жили, ну, там и дома дороже. Вот, первоначального взноса у них не было, но эта программа, вот, именно государственная, позволяла им приобрести дом без первоначального взноса. И процент по кредиту у них там был, ну, не дай собрать, 20 процентов. Вот. Два года они пожили, они его рефинансировали. То есть, ты идешь в банк и говоришь, я хочу рефинансировать свой дом. То есть, за эти два года у них кредитная история улучшилась, потому что они показали банку, что за два года они регулярно выплачивали ипотеку, правильно же? У них уже кредитный счет вырос. Да, если кредитный счет вырос, и дом в цене вырос, то есть, они как бы продают его банку и покупают снова, да, по новой цене уже они его продают. То есть, у них первоначальный взнос тоже увеличивается, да, и вот они его вкладывают туда. Они даже какие-то... Банку продают? Да, да, банка уже принадлежит. Вы ипотеку платите, дом принадлежит банку. Вам там принадлежит 3 квадратных метра. Все. Пока вы не выплатите ипотеку всю до конца. Даже если вам останется там, допустим, 10 тысяч долларов, и вы не сможете их заплатить, да, вот вам осталось там вот полгода платить, а вы не можете платить эти деньги. Банк пришел, и до свидания, дома вас забрали. Продали, выплатили вам ту сумму, которая вам принадлежит, да, а остальное все банку. До свидания. Все, банк свои деньги возьмет. Он не ваш, пока вы не заплатите. Да, тут с такой сложной манипуляцией, со всем этим, когда же получается заниматься политикой всем остальным? Просто некогда. Да, вам час на работу, час с работы, 10 часов вы из дома просто, да, вы просто вот вне дома. Мой снять увлекается этим бейсболом, да. Вот он все время слушает эти бейсбольные матчи, там. Вот он едет на машине, он бейсбол включает, ему политики делают. Вообще нет. А мне вообще непонятно, а как его слушать бейсбольные матчи? Одно дело там смотреть, но там слушать-то как это? Ну, они же комментируют как-то, я не знаю. Ну, одним глазом глянула там в телефон. Понятно. У меня машина, допустим, она сама держит трассу, да. Я могу спокойно взять и к телефону что-то напечатать там сообщение, да. Но я не доверяю все равно, я одной рукой за руку держусь. Тесла, что ли? Не, не Тесла, Кия, Ниро. А, ну они тоже уже все такие напичканные. Да, да, вот я уже не боюсь, что там кто-то притормозит, да, и я не сумею, я не увижу, у меня машина сама тормозит будет, да. И первое время у меня просто выше бывало вот такой плавный поворот. Если крутой поворот, она не срабатывает, потому что слишком, ну, или большая скорая, да, плавный поворот, и ты руль отпускаешь, и она сама поворачивает. Ну, красота. Я же, да. Я же, да. Первый поворот, это шугала. А сейчас я этим пользуюсь, потому что иногда нужно на телефон ответить там или еще как-то отвлечься, что-то из сумочки там достать, да, и без проблем. Ну, когда часто у людей на работу и прочее, да, там уже удобно, когда машина ведет сама, ты там чем-то занимаешься. Да, очень удобно, особенно когда дети в машине, вы знаете, вот так вот с ребенком-то что-то поговорили, там, это вообще, я все время удивилась, как эти мамаши умудряются там, ребенок орет, ему бутылочку надо, он игрушку выронил, да, ну как, ну как ребенок орет, это раздражитель такой страшный, надо ему срочно в бутылку это понять и дать, да, вот как, вот на свой страх и риск вот так вот тянешься, смотришь один глазом и даешь ребенку, а сейчас, пожалуйста, машина едет, сколько на поделок, сучу, а детей здесь много, да, вот, русские люди, рожайте детей, это нормально. Да, пять-шесть детей в семье, это норма, норма, никто на это косо не смотрит, никто не говорит, что о, в нищету рожать, там еще что-то нет. Единственный случай, когда женщине сделали принудительное перевязывание труб, о котором я слышала, да, ее сделали стерильной, когда она родила восьмого инвалида, вот представь себе, восьмого инвалида, то есть она рожала год за годом, да, родила восьмого ребенка, инвальд, все дефектные, дети, все дефектные, все на содержании государства, государство вступило и сказала, больше не надо, все, завязываем трубы, делай, что хочешь, да, списки с хочешь, но детей больше не рожать. Хотя свобода выбора здесь, как бы, да, что хочешь, должен, может сделать, нет, не настолько, не настолько, есть пределы. Ну, все-таки следят за этим делом. Ну, не то, что следят, но это уже такое выпивающее, как бы, это самое. А вообще государство как-то помогает тому, когда, скажем, ну, появляются дети и прочие, есть какую-нибудь помощь от государства или сам греби, как хочешь? Ну, вы знаете, очень опосредованно, как бы, с голоду помереть не дадут, да, если вот моя дочка с мужем, они решили завести детей сразу после колледжа, да, потому что она наслушалась там разговоров, которые очень даже верные, да, что после 30 рожать лучше не надо, все, лучше родить до 30, как бы, потому что потом уже, ну, как, теряется, вот, ну, женщине тяжело, просто чисто физически, когда ты молодой, ты сильный, да, ты вот как-то все преодолеваешь, вот, а то они решили завести детей, да. Зять работал на трех работах, денег не хватало, да, и вот есть специальные программы, ты туда идешь, заполняешь там клиники, это клиника называется, да, заполняешь специальные бумаги там, указываешь свой доход, и тебе государство выдает определенную сумму денег на продукты, но ты должен очень внимательно следить, потому что они только определенные марки продукта, да, вот ты идешь, там, четыре вида молока, только одно молоко вот по этой программе проходит, то есть ты должен четко знать, какие, ну, они начинают в этом нам очень быстро разбираться без проблем, да. Одно время они умудрились получить квартиру, ну, не квартиру, а съемное жилье, да, апартный, так называемый, вот, дотационный, вот, то есть какую-то определенную часть этой квартиры оплачивало государству, но она была на третьем этаже, и вот представьте, с тремя детьми, да, смотрелся на руках, вот это, и с еще одним, который еле-еле научился ходить, вот это, таскаться на третий этаж тоже не сахар, сами понимаете. Ну, в общем, есть, да, есть варианты, вот, но три года назад изменили налогообложение, я даже сама на этом попалась, мне пришлось в конце года доплачивать, да, вот, и а моя дочка, ну, как-то там мимо нас прошло, как-то, ну, да изменили, да изменили что-то там, это самое, а вот моя дочка, они уже с мужем как бы поднялись, она вышла на работу, стали хорошо зарабатывать, в прошлом году они отдали обратно, да, если ты зарабатываешь до определенного момента, государство налоги тебя возвращает, часть налогов, да, помните, я говорила в начале, да, ну, вот они добрались до этого определенного момента, и они уже в прошлом году 10 тысяч долларов отдали государству обратно, потому что они не доплатили, несмотря на наличие троих детей, вот так вот. Тяжко, а сколько сейчас детский садик, и вообще пользу детскими садиками в Америке, сколько он стоит? Детских садов как таковых нету, есть такое понятие, как дневная забота, да, называется daycare, это обычная мамашка, без всякого образования чаще всего, да, детские сады может есть, но я никогда не сталкивалась, серьезно говорю, не интересовалась этим вопросом, все пользуются нянечками или вот этими daycare. Это обычная мамаша, которая решила, так как она сидит дома с ребенком, да, не может выйти на работу и, честно говоря, не хочет отдавать своего ребенка другой мамашке, да, в которой такая же без образования, ей до чужого ребенка там наплевать, вот, она выделяет помещение в своем доме, в своем личном доме, там чаще всего подвальное помещение с отдельным входом, да, это можно организовать, вот, и различные объявления daycare, да, дневная забота, все, приводите детей, все, туда не надо никаких справок, никаких ничего, ты просто отдаешь ребенка, можешь прям по дням, сегодня привезти, завтра не привезти, вот так вот, и все, все, и вот так вот они там как-то досуг организовывают, как-то, ну, маленькая группа получается, вот, на доме, все, как-то, да. Детские сады, может быть, есть, но я говорю, я их не видела никогда, не интересовалась, не сталкивалась, поэтому говорить ничего не буду, но дорого. вот за троих детей, да, моя дочка платила полторы тысячи долларов, чтобы с ней сидеть, полторы тысячи долларов в месяц, это очень много денег, очень. для молодой семьи, и когда жена только-только вышла на работу, да, и она сама еле зарабатывает, там, 2,5-3 тысячи, да, ну, половину свою заработку отдать, потому что муж платит все остальные счета, там, ипотека, там, две машины, да, в кредит, там, там, электричество, вода, там, там, я не знаю, интернет, интернет дорогой. Скажите, сколько интернет стоит, вот, тоже любопытно стало. Не знаю, вот, честно говоря, не знаю, муж оплачивает все счета мои, поэтому я не в курсе. Там оно, знаете, в куче все, там, допустим, интернет с чем-то он еще с другим, с телефоном, допустим, соединяется, ну, не буду врать, не буду врать, не знаю, потому что зависит от провайдера, от скорости, да, потому что разная скорость может быть, там еще от чего-то, я не знаю, честно говоря, не знаю, ну, дороже чем в России. Любопытно, я слышал, что дорогой интернет, мне просто интересно было, насколько он дорогой. Я за интернет, вот у меня, смотрите, есть такая фигня, ну, как фигня, гроссбук я его называю, кому-то удобнее по-другому. Вот я себе записываю все свои расходы, мои личные расходы, да, у меня там, что-то у меня, у меня своя квартира, да, я ее сдаю в наем, да, вот у меня, допустим, у меня записаны даты и расходы, да, сколько я должна заплатить и какого числа, мне сразу видно, да, какого числа, чтобы вот, вот, я в голове все это не могу держать, уже, вот, у меня там, допустим, кредит в магазине, да, мне нужно оплатить коммунальные, мне нужно заплатить два кредита, кроме магазина, еще в банке два кредита, да, у меня ассоциация домовладельцев на эту квартиру, 140 долларов, да, я повредила своей дочке гаражную дверь нечаянно, мне пришлось устанавливать новую тоже в кредит, тоже вот у меня записано, да, электричество за квартиру, дантист и что еще, и за газ, вот, в этом, в этой квартире, которая моя уже, да, интернет бесплатный, он уже входит в вот эту ассоциацию домовладельцев, поэтому я не знаю, сколько я там плачу, вот, но это недорогая ассоциация домовладельцев, это то, что они там за территорией смотрят, как бы вот это, за мусор отвечают, за вылаз мусора, да, еще там за покраску, за панелку, там, еще что-то, вот, все это туда ходит, поэтому, что там мой муж платит, я, честно говорю, не в курсе, он все остальное. Вообще, получается, Америка, это одни сплошные счета, счета и счета. Да, 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 вот сейчас у меня, я все деньги, что я зарабатываю, я все отдаю, потому что, когда я купила свою квартиру, мне нужно было сделать ремонт, а на ремонт у меня уже своих денег не хватило, пришлось брать кредит в банке, вот именно на ремонт, поэтому мне еще платить и платить за это все еще года два, наверное, и все деньги, что я зарабатываю, я там себе оставляю на мелкие расходы, на бензин, там, да, на кофе попить с подружками, там, я не знаю, сколько там, не знаю, долларов 300, может, в месяц, да, ну, на текущие расходы, как бы, да, и все, а остальное, у меня все, что я зарабатываю, у меня будет все на долгу. Просто у нас, как бы, было такое стереотипное представление об Америке, там, в 2000-х годах и прочее, и вот оно одно, а начинаешь общаться с американцами и понимаешь, что это совершенно две разные мира. То, что вот мы, как бы, думали, как Америка выглядит, и какая она есть на самом деле, как бы, две колоссальнейшие разницы. Конечно, конечно, рабочий класс в Америке в загоне, да, нету здесь никакого, есть уважение к работящим людям, к работающим людям, да, у тебя есть работа, ты уже уважаемый в обществе человек, да, но с другой стороны, как бы, важно не сколько ты работаешь, да, а сколько ты зарабатываешь, конечно, в итоге, потому что можно зарабатывать, как бы, с умом, да, как они говорят, американская пословица, don't work hard, work smart, да, не работай тяжело, а работай с умом, как бы, да, умный человек ищет такие пути работы, когда ты меньше усилий прилагаешь, как бы, вот, ну, не тяжелым физическим трудом, да, а подумай своей головной, как вот облегчить себе труд и заработать те же самые деньги, вот, такого вот, такого вот уважения, такого вот почитания рабочего человека, как при Советском Союзе здесь нет, вообще нет, потому что здесь уважают тех, кто умеет зарабатывать деньги, в конечном итоге, да. О поговорках мне еще вспомнилось высказывание, по-моему, Рокфеллера, когда он сказал, если ходить на работу, когда же делать деньги? Вот, да, вот, что-то это, да, но большинство людей, большинство людей все-таки вынуждены работать тяжелой работой, да, о, как тяжелой, даже если ты работаешь в магазине, ты на ногах 8 часов, это тяжелая работа, тяжелая. А какая сейчас средняя, ну, не, скажем так, вот, среднемедианная зарплата? Вот, я всегда говорю, что такого быть не может, давайте определимся, среди кого, потому что среди, медсестер одна зарплата средняя, да, потому что какие-то что-то больше платят. Ну, вот, скажем так, среди круга ваших знакомых, соседей, вот, где вы живете, вот, какая у вас там, в среднем такая зарплата? Соседей, вот, смотрите, доктор в среднем зарабатывает 100-150 тысяч долларов в год, да, вот, посчитайте, 120, если в среднем возьмем, это 10 тысяч долларов в месяц до оплаты налогов, да. Кто-то делал раскладку, почему невыгодно работать в Калифорнии доктором, да, потому что после вычисла всех налогов и всего-всего-всего, у вас там ничего не остается. Вы зарабатываете 60 тысяч долларов, да, в год, и это, ну, для докторов это копейки, я вам серьезно скажу. Вот, поэтому, да, до второго одно, работник магазина, обычная кассирша, да, вот, как я, я сейчас работаю в магазине, да, я могу сказать на среднее, такая бывает и побольше, бывает и меньше, да, в зависимости от магазина. Ну, я работаю в Волмарте, допустим, да, это огромный, огромный такой, это даже не супермаркет, это... Я знаю хорошо, что какой-то Волмарт, они даже к нам пытались зайти в Москву, не получилось. Потому что там уже... Вот, Волмарт, я получаю 15 долларов в час, да, это средняя ставка, или 2000 долларов в месяц на руки после вычета всех налогов при отсутствии медицинской страховки, то есть я за страховку не плачу. Вот, если бы я платила за страховку медицинскую, было бы еще меньше, вот, это средняя зарплата для кассиров, 2000 долларов, ни о чем, вообще ни о чем. Это не деньги, вот, ну, мне хватает, у нас у меня муж зарабатывает, как бы, мне нормально. Мне напрягаться не надо, но, допустим, когда я работала в регистратуре, да, в больнице, там мне, конечно, больше платили, я там зарабатывала, может, 2,5 метра. У медсестер зарплата 35 долларов в час, да, это у меня 20, они 35, они бы уже зарабатывали где-то на 4000 в месяц. Ну, брать не буду, я не знаю, точно, не знаю, да. Потом, допустим, у меня соседи очень богатые, у меня, я не знаю, один владелец компании, он владеет целой компанией, конечно, у меня зарплата какая-то, я не знаю, честно говоря, не знаю. Там уже другая история, там же доход, акционерный капитал там и прочее. Допустим, я ищу работу сейчас, да, чтобы найти себе работу за 20 долларов в час, да, но Юта, как бы, меньше всех платит, из всех штатов тут очень много молодых людей, как бы, и большие семьи, да, это один из самых таких непрестижных штатов, как бы, вот, в том смысле, что, ну, очень низкие зарплаты. Вот, чтобы найти зарплату в 20 долларов, это тут такая конкуренция, где ее молодежь на пятке наступает. Вот, вот, как бы, да, вот так. В общем, жизнь в Америке получается не сахар, не голливудские фильмы. Нет, нет, не голливудские. И, ну, с другой стороны, вы знаете, я вот смотрю, допустим, молодые люди из школы, тут приходят, старшеклассники, да, работают в магазин, там, на пару часов дел, да, но они вообще никаких усилий не прилагают. То есть он вот так стоит и ничего не делает, а там же нужно, допустим, ходить, смотреть, там, шоколадки эти поправлять, да, как-то люди здесь в Америке вообще такие не уважают чужой труд совершенно. Вот он взял туда и положил, да, там бросил, на пол бросил, не важно. Вот, это за всем этим следить надо. Ну, никто ничего не делает, никому ничего не надо. Только, ну, если припрет, уже припрет, надо сходить, принести там коробку с этими, у нас пока еще пакеты бесплатные. Пойдет и сходит, потому что уже приперло, уже пакеты закончились. Да, а если так вот, чтобы про инициативу провести, то есть эти деньги, 2000 долларов можно сделать практически бия бахуши. Да, если на кассу поставили, ты там уже, как бы, вынужден, да, вот это все поднимать, там, пикать и в коробку, ну, в пакеты складывать. А если тебя просто поставили смотреть, там, то есть, да. А чтобы менеджеры не следят за ними, там, не подгоняют их? Нет, нет. Вот боятся обидеть. Такая политика, наверное, компания, потому что текучка очень большая, иногда бывает так, что вот, ну, вообще, ну, некому работать, некому работать. На низкооплачиваемых работах, особенно на производстве, туда, где идут мужики, ну, обычные мужики, самые такие низший класс, да, вот. Там вообще проблема. Там их не увольняют за прогулок. Чего же? Может, зарплату не повышают? Ну, как бы, логичнее. Нет, нет, нету людей, как вот, как это, Америка, рынок, там, свободная конкуренция, прочее. Некому работать, повышаешь зарплату, появляются работники. Неквалифицированный труд, неквалифицированный труд. И смысла нету повышать зарплату, а какого? Вот смотрите, сейчас прошла такая информация, что Амазон закупил 10 тысяч роботов. Я сначала такая думаю, вот, блин, Амазон, да, а я вам скажу, я теперь знаю, почему меня вот, как-то озарило меня, да, потому что проблемы с кадрами, текучка огромная. Они те же 15 долларов платят, но, как бы, я еще могу по филу там в магазине, да, у меня подошел клиент, я работаю, у меня нет клиента, я стою, покушать надо, да, вот. А в Амазоне нет, там тебе выдают такую фигню лазерную, да, на ней написано, вот такая-то ячейка, такой-то ряд, такой-то номер, да, вот туда езжай и возьми там вот такой-то товар в этой ячейке, да, столько-то штук, да, и вот ты едешь на это, вот. Я там работала полгода. Как бы я знаю, о чем я говорю. Вот. Подъезжаешь в ряду, стеллажи такие высокие стоят, подключаешься к проводу, да, чтобы, ну, как, ну, там очень узкая, и там специальный вот электронный провод, там электрический, там какой, магнитный, там, я не знаю, чтобы вот эта твоя, вот эта вот, как она называется, подъемник, да, вот этот, чтобы он не съехал с пути, не врезался в стенку, подключаешься, на специальную кнопку нажимаешь, и все, ищешь этот стеллаж, поднимаешься, тебя подъемник поднимает, ты вот там, это, отсканировал, и у тебя, и ты на таймере стоишь, у тебя таймер пикает четко, ты должен в определенное количество времени собрать определенное количество товара, все. Тебе повезло, если там кто-то заказал пять штук, одного и того же, это считается так штучно, да, а если ты по одной штучке ходишь и вылавливаешь с разных там концов этого, этого, как это называется там. Ну, склада, стеллажей. Склада, да, вот, а он в милю длиной, он в милю, самый большой склад, я, наверное, работала в Амазоне, вообще, милю длиной, это 1200 метров. 1600. 1600, да. Ты пока с одного конца доедешь до другого, время-то тикает, время тикает, и вот ты постоянно в этом стрессе находишься, быстрее, 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 как бы, ну, а вот твоя вот эта вот машинка, она быстрее ехать не может, там, вот, сколько, 5 километров в час, и все, и быстрее не поедешь, а еще смотреть нужно, чтобы другого. И сколько же за такую работу платили? Вот тоже 2000 долларов в месяц. Стоять, ничего не делать в супермаркете, в Walmart 2000, и 2000, как поджарено носиться. Да, 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 вот, но интересно, конечно, было работать, когда научаешься, вот это вот, ездишь, все как-то, азарт даже появляется, как бы, прикольно, да, можно вот песни горланить, ездить, там, все, что, я не понял, слышал, вот, там, и людей посмотреть, там, все, чин-чинарем, обед, папка, расписание, все, но Амазон закупил, почему этих роботов? Потому что с людьми постоянно нужно работать, а у людей то одно, то ребенок заболел, то вчера лекарство перепил, да, это самое, как бы, на работу с похмелья выходить, не сильно охота, вот, работают в основном, или, это неквалифицированный труд, все, все, в институты не ходил, как бы, да, и, ну, текучка очень большая. Так это, если они сейчас всех заменят на роботов, люди не будут получать зарплату, кто же у того же Амазона будет покупать? Не заменят, но они таким образом будут, будут, как бы, этих роботов нужно будет кому-то обслуживать, их кому-то ремонтировать, они тоже будут ломаться, как бы, да, все равно, таким образом они будут, как бы, провоцировать людей на то, чтобы пойти получать образование по робототе, технике, допустим, да, ну, это уже в перспективе, да, но всем заменить не смогут, потому что есть такие позиции, которые робот сможет схватить коробку от принтера, там, допустим, да, какую-то, какую-то мелочь собирать, там, выискать, чтобы иногда одну позицию достать, нужно все вот это вот из этой ячейки повытаскивать и что-то там выгрести, потому что оно на самом нищем, а робот-то, он не видит этого товара и все, это, ну, целая история. Ну, да, я понимаю, я с колодами занимался, знаю эту специфику. Да, всех не заметил, потому что есть несколько, очень, там, косметика, допустим, это все очень, ручной отбор легче, как бы, да, и женщины лучше. Ну, вот, вы несколько раз употребляли слово неквалифицированный труд, а что, вот есть какой-то уже уровень квалифицированный, там другие деньги идут? Конечно. И что подзывается под словом квалифицированный? Это вот, кто считается квалифицированным? Вот, если у вас диплом по бизнесу, допустим, вы уже квалифицированный человек, а если вы в том же, в той же, допустим, я не знаю, компания, если вы инженер, вы квалифицированный, если вы там какой-то, я не знаю, рабочий, который работает там с роботами, да, у вас должна быть бумажка. Вы даже уборщиком не устроитесь здесь, если вы не прошли специальные курсы, это квалификация считается уже, да. Ну, уборщики тоже мало получают. Просто мне интересно, вот из этих квалифицированных реально руками много людей, кто что-то производит? Реально, как вам сказать, здесь производство такое, я не знаю, может быть, где-то есть. Ну, вот, допустим, моего сына, моего мужа, зять, да, он работает на заводике, который производит бутылки с водой, да, вот они, это производство, вот они производят бутылки, да, и разливают воду, это производство вообще, нет? Ну, производство, да, они же продукцию создают. Правильно, вот, вот, тот мастер, который над рабочими наблюдает, он квалифицированный работник, у него одна зарплата, а рабочие, которым мы показали, на какую кнопку нажимать, это не квалифицированный труд, потому что заканчивать университет, для того, чтобы на кнопку нажимать на каком-то там кресте, да, не надо. Тебя обучили, вот, одну смену потратили на тебя, чтобы рассказать тебе там правила безопасности, техники безопасности, да, и, может быть, за компьютер тебя посадили, чтобы ты там на вопросы поотвечал, и все, все, ну, бумажку тебе выдали, что ты научился на этой каре есть, да, все, никакой квалифицировации тебе не надо, все это заняло один день, тренинга и вперед, пожалуйста. А инженер, который уже там как супервайзер ходит, да, и смотрит, чтобы это все там не ломалось, и они соблюдали технику безопасности, это уже другая зарплата. Но сам уже руками не работает, просто надсмотрщик, по сути дела, получается. Да, надсмотрщик, но в то же время они разбираются в технике, да, им уже нужно будет потом заказать запчасти какие-то, я не знаю, поговорить с этими, с ремонтными, там, какими-то компаниями, да, обсудить с ними проблему, там, на чисто техническом языке, это квалификация, потому что откуда я знаю, как называется, пимпочка какая-то, да, как-то у нас один из, да. Вот вы меня спросите конкретную специальность, я вот зашла сейчас на Индит, это такая вот, ну, как поисковая система, да, работы, какую, чего вам посмотреть? Ну, посмотрите, какая зарплата у токаря, допустим, токарь-фрезеровщик. Сейчас токарь-фрезеровщик надо перевести еще на визит, токарь-фрезеровщик. Потому что я же не специалист, я таких не знаю, только чисто вот разговоры, токарь-фрезеровщик. Если такие есть вот специальности, у меня нет русской клавиатуры, приходится вот через транслит. Сейчас, токарь-фрезеровщик перевести на английский. И вот на казахский, да, с чего ли. Ага, вообще, блин, ну, выскочила сразу в поисковике. Гугл у меня русский, а это самое Тернер-Миллер. Ой, блин, интересно, Тернер-Миллер. Никогда не слышала такого слова. Вот так, ну, все, поехали. Вот, Тернер-Миллер, поехали. Так, убираем YouTube, location, убираем вообще. Смотрим по всей Америке. Nationwide. 29 аж, 29 позиций. Вот, смотрите. Нету точного совпадения, прям, нету по всей стране. Есть какие-то очень, даже педиатрический эндокринологист выскочил. Вот, ну, блин, может быть, по-другому. Токарь, давайте токарь, ну, без фрезеровщика. Ну, да, давайте токарь, просто токарь. Да, фрезеровщик, может быть, Кристина английский, Тернер. А, Тернер, блин, даже никогда не слышал такого, Тернер. Тернер. Как сказать, он был. Ну, Тернер, он похож на фамилию на английскую, поэтому выскакивает. Тернер, фан, зрело стоит. В общем, да, не очень хороший вариант. Давайте еще другое. Другую давайте. Ладно. Потому что Тернер звучит как фамилия, и поисковик не врубается, что мне нужна профессия, а не фамилия. Просто по Тернеру. Так, ну, может, тогда автомеханик. До простоты. Да. Автомеханик. Ну, очень, да. Автомеханик. Автомеханик. Я вообще, можно было догадаться, да? Да, да, да. Да. Блин, тут даже помощники автомеханика и даже ученики автомеханика. Ну, да, это нормальная ситуация. Вот смотрите. Экспириенс, это значит, с опытом работы в Шевроле. Давайте по местам, да, тут что-то мне Аризона выскочила. Ты сам не салфетксити, давайте. Выскакивают эти по покраске почему-то сразу. Вот требуется. Ну, автомоляр, пускай маляр будет. Да, маляр будет 25-30 долларов в час. 25-30 долларов в час. Это месяц сколько? Да, сейчас посмотрим. Если по минимуму брать, да, сейчас посчитаю, мне это где-то было этот самый. Блин, здесь же он. 25 долларов в час. Да, сколько рабочих часов в месяц? 40 часов в неделю, 160, да? Получается. За 4 недели это 160 рабочих часов, да? Вот 25 умножаем. Кто может? Умножаем на... 160, да, я сказала. Ну да, да, 25 по 160. 40 долларов до налогов, до налогов. То есть это вот вы поступаете, и у вас нет опыта, вам дают 25 долларов в час, допустим, мы только закончили, да? И вот в течение какого-то периода времени вам будут добавлять, набавлять, набавлять. И что тут у нас получилось? 30 долларов в час. Это именно в этой организации. Все по-разному платят, да? Вы понимаете? Потому что кто-то больше, кто-то меньше. Вот давайте посмотрим, если 30 долларов. Вот, допустим, я 5 лет работала, да, этим по покраске, да? Так. 44, 160. Упс, упс, упс. 30 умножить на 160. Это по максимуму я буду 4,800 получать. Но вы еще оттуда заплатите 30% этих самых налогов, да, и получается... Ну, достаточно... Я как бы анализирую, сравниваю с нашими. Если так, в лобовую, конечно, он больше получает, чем в России. Но минус налоги, минус стоимость жизни, там, аренда и все остальное. Получается, у нас здесь зарабатывает такой специалист больше. Пятеро детей, да. Пятеро детей, это норма. Это вот в среднем пятеро детей. 4,800 минус. Почему у меня... Кстати, у нас в России хороший автомоляр может тоже 3-4 тысячи долларов сделать. Но это, понимаете, совсем другие налоги и тураистами жизни. Вот 4,800. Так что у меня не получается, на какое-то время мне работать. Работать 9 на 100 умножить на 30 по старинке. Причем это очень вредная работа, на самом деле. Да, очень вредная работа. Но вы знаете, вот у меня один человек работает на покраске самолетов. Он очень хороший. Он просто вот покрасчиком самолетов. Самолеты – это другая тема. Это уже особо. И он, чтобы их красить, он там учился, получил сертификаты, там доступы. Ее пару лет учили на это. Не думаю, что он прям учился, учился на это. Может быть, просто он пришел и научился за все машины красить, а потом туда как-то... Нет, нет, когда начинается слово авиа, приставка, там совсем уже другой режим идет. Там тот же авиамеханик, даже на самые простейшие, там какие-то авиационные действия, там уже очень долго учатся. Ну вот смотрите, будет разный разброс от 16 до 23 долларов. Но вот это вот второй уровень maintenance technician, то есть это по обслуге, да, по обслуге. То есть это уже на порядок ниже, там, я не знаю. Самое интересное, такого специалиста не назовешь неквалифицированным. Чтобы выполнять эту работу, нужно иметь определенный опыт, сноровку знания. Ну вот можно через пойти, вот именно помощником устроиться. Там никакой квалификации не надо. А вот давайте посмотрим, допустим, тот же, где-то был, service technician, да, на Subaru, на Subaru technician. Сейчас посмотрим, какие там эти, каких там называются требования, да. Вот они, они вот ищут, да, ну общие такие понятия, как, ну, работоспособность, способность поднимать такое-то количество там килограмм, да, должен быть 18 лет, должен закончить среднюю школу или получить GED. GED – это когда ты уходишь со школы, да, и просто получаешь, сдаешь экзамены и тебе выдают диплом, то есть ты в школу не ходил. Вот, но как бы сертификат о среднем образовании, да. Ну, это экстерном, у нас говорят, закончить. Да, да, да. Они предпочитают, что у вас была какая-то сертификация, но это не требуется, то есть они предпочитают, то есть если будет выбор среди пяти человек, они выберут того, у которого есть сертификат, но это не требование, не жесткое требование, да. Тоже предпочтительно, чтобы у вас был предыдущий опыт, но не обязательно, да. и, ну, такие unselfish and approachable, то есть чтобы не был selfish – это себе любимый, да, и чтобы можно было снять кислицу, то есть общительный человек, да. Ну, в общем, короче, такие личные качества, да. Поэтому они пишут, что ты будешь делать там конкретно, да. Ну, я говорю, что на такую специализацию как бы предпочтительно, но не обязательно, то есть они научат уже на месте, и если нужно, они пишут, что вот в течение, допустим, полугода ты должен сдать на какой-то сертификат, да, то есть они тебе дадут базовые знания, ты пойдешь на курсах, еще отучишься и сдашь экзамен, тебе курочку выдадут, ты нормально, то есть, ну, вот, после школы нужно устроиться, пожалуйста. И сколько там получается за плата? Получается, написано от 20 долларов в час, то есть это уже как бы нормально. Ну, я понял. От 20, а сколько там, высшая планка не написана, то есть как бы... Ну, а не знаете, вот я научилась играть в эти игры, я всегда говорю, что страшнее HR, да, зверя нет. Как только ты умеешь, научаешься играть в их игры, ихняя задача – это заманить вас как бы в ловушку, да, в их компанию, потом выжать из вас все соки, да, наобещать вам стрекорова, что у вас тут и карьерный рост, и там вы только захотите, мы все для вас сделаем, тот же Амазон, да. И единственное повышение, которое я видела, девчонка действительно вот, ну, молодая она, у нее был такой вид, как будто вот ее выжали, как лимон, и прокатились по нее бульдозером сверху, понимаете, потому что она все силы отдала, чтобы только в офис попасть, куда-то вот продвинуться, минуя позицию начальника от смены. Потому что там три помощника, начальник смены, три помощника, которые разберевляют людей, там, ну, следят за процессом, да, можно сказать, там у них куча всяких… Ох, они с компьютером ходят, вот такая, компьютер-тележка такая. Опять надсмотрщики. А, да, надсмотрщики, да, 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 и вот она была тем надсмотрщиком, и вот она отдала все силы. У нее был такой вид, что она вот еще немножко, и она просто умрет там у этой работы. В общем, не так все просто. Хотя они говорят, что если вы хотите сделать карьеру, да мы вам поможем, да вы только захотите, ни хрена, ни хрена. Я пока в те сортисты не выживаю. Они же заинтересованы в своем благополучии, а не благополучии работника. Плюс когда их еще много. Была смешная история, значит, с этим начальником смены у нас была толстая лесбиянка, не поверьте. Это чудо природы. И сама она вот видно, что из Индии. Вот, хотя у нее очень хороший английский акцент не было, но корни видно, да, смуглая кожа там, черты лица, все, говорю, мы индианка. Вот, и видно, она брилась, потому что у нее там щетина, ну, женщина, ну, все нормально, такая фирма вся, такая бабища, бабища наша. И, ну, она была очень жесткая, прям, она прям такая вот, ну, в Америке все менеджеры должны быть очень мягкими людьми, они должны иметь, находить подход, разговаривать, там все дела, они всегда очень такие, ну, образованные люди. Я это прям бабища, прям вот с рынка, да, торговка рынка, такая голосистая такая вся, это самое. И я не знаю, в общем, я всяких видела, мне было по барабану, я там временно работала, как бы чисто, чисто так зарплату получать тоже. Ну, как, первая работа в этом штате, вот, у них хорошие часы были, да, субботу-воскресенье, как бы, не надо было с внуками сидеть, вот, ну, я туда устроилась. Во-первых, взяли сразу, без всяких там, я, как, неделя проверили твои данные по базе, там судимости нет, да, там еще что-то нет, этих приводов нет, все, годна, берем на обувь, все, текучка, потому что текучка, берут постоянно. Вот, и, значит, в один прекрасный момент она надела футболку с надписями «Я люблю целовать девушек». Ну, это было уже слишком, это было уже вообще, ну, настолько, ну, ну, ты напиши, я поддерживаю ЛГБТ, да, или я член ЛГБТ, что-то в этом роде, да, и в этом Амазоне есть там специальная группа, после работы, да, вот именно для тех, кто поддерживает ЛГБТ, но вот такое персонализированное, да, я люблю целовать девушек, извините, подвиньтесь, и она исчезла, и я, мне даже было неприятно, и все, куда ее убрали, никто не знает, но она так раз, и не появилась на работе одна прекрасная тема, потому что, ну, это уже слишком для Юты, для штата, где, как бы, семейные ценности пока еще в цене, да, это было через череп перебор, ее так раз и убрали. А все-таки, как бы, не беспредел в этом плане. Конечно, конечно, хотя сместить менеджера, я была в такой ситуации, когда у нас весь отдел восстал против менеджера, сместить было невозможно, прислали тетку из Human Resources, да, из этого, из отдела кадров, она с каждым переговорила по часу, там, собирали информацию, что только они делали, нет и все, эту девчонку было невозможно сместить, потому что, если ты стал менеджером, только ты поднялся над простыми работами, никакой права на тебе нет, и вся вот эта менеджерская система тебя охраняет, как бы, бережет. Как она ушла с работы, был вообще смех, потому что, потому что, она просто взяла без содержания, отпуск без содержания, то есть зарплату не платили, но место за ней оставили, потому что она щеночка купила, ежедневно, щеночка воспитывать вообще, а мы работали тогда в таком месте, это скорая помощь, в регистратуре я работала, это регистратурный отдел, мы все против него восстали, прям всем отделом, единодушно, все, ни одного, как бы, не осталось, это долгая история, долго не буду рассказывать, но факт тот, что ее сместить не могли, это да, вот, значит, а я нашла уже другую работу, мы переехали, купили дом, и, значит, она ушла в этот вот неоплачиваемый декрет со своей собачкой, да, вообще вот, да, потому что я потом приехала, ну, туда заскочила девчонкам, и мне рассказали, что она вернулась через год, да, и сказала, это самое, она год собачку воспитывала? А, да, да, вот, она год собачку воспитывала, и она вернулась через год и сказала, мне нужно две недели отрабатывать у главного менеджера, да, отдела, всего отдела, регистратура, там, допустим, больницы, скорой помощи, там, отдельные отделы, у каждого своего там супервайса, да, и наша главная менеджер сказала, нет, иди домой, иди домой, до свидания, все, и мне так обидно было, мне так обидно, я столько сил на это положила, мы столько вот, страдали от нее, ну, она дура была, набитая полнейшая, это просто, ну, невносимо было, вот, и она так бесславно ушла, я думала, она придет, скажет, все, до свидания, меня там повышают, да, или я там нашла другую должность, в другом, там вообще, я вот звезда теперь, нет, она просто улыбалась, все, без славы, и тихо слилась, да, тихо слилась, и мы такие, ну, это что такое, да, и такое было, потому менеджерский штат, это неприкасание, ее, скорее всего, просто перейли в другое место, от этих людей, которые от нее пострадали, и сказали, больше таких цыблочек не носили, все, до свидания, как-то так, да, поэтому, как сказал, ой, блин, тоже он, вот когда нужно, никогда это слово не бывает, да, обычно, да, так оно, он, он не, вот помните, мужик был, он переводы делал раньше в фильмах, очень хорошие, и вот его, Гоблин, Гоблин, да, наш Гоблин, а Гоблина, вы имеете ввиду, он юмористически больше делал пародии, вот, он так сказал, при Советском Союзе, да, ты не мог выйти на Красную площадь, и сказать, что Брежнев там идиот, да, но зато ты мог своему менеджеру, высказать, ну, не менеджеру, начальнику, да, высказать все, что ты о нем думаешь, и тебе ничего за это бы не было, а сейчас ты можешь поносить руководство главной страны сколько угодно, а своему менеджеру ты слова сказать не можешь, вот и разница между капитализмом и стационарным, и это правда. Ну, кстати, золотые слова, да, действительно. Да, да, потому что не нравится, увольняйся сразу, разговор короткий, тут, если ты не входишь в Союз директоров, ты слова вообще не имеешь, ты не имеешь права сказать ничего вообще, вообще, сиди, молчи, тряпочку, смотри, и радость, что у тебя есть работа. Так что, можно в Америке жить хорошо, потому что, насколько я вас послушал, ну, сложная жизнь. Да, Пэрис Хилтон, вот вам скажу, ездить хорошо, у меня папа владеет целую сеть там этих, Хилтонов, да, этих отелей, причем, причем, при всем разнообразии отелей, получаешь их брошюрку, и получается, что Хилтон, он-то принадлежит не только Хилтон отель, а там еще 15 разных логотипов, да, но это брошюрки на другой стороне, вроде, казалось бы, должна быть конкуренция какая-то, а нет, названия все разные, да, но все под одним хозяином, практически. Монополия фактически получается. Вот это монополия. Они сохраняют название, но владелец один, понимаете, получается, как бы, как бы, конкуренция, да, вот в этом отеле понизили на 5 долларов цену за ночь, да, о, конкуренция, на самом деле там все четко продумано, потому что вот в этом отеле, да, им все тоже нужно зарплату платить, вот там какое-то время была цена чуть-чуть завышена, взять мне этим, ну, имел доступ к этим ценам, да, вот только чуть какое-то событие, там, футбольный матч, еще какой-то, да, по-соседству, да, он раз на 10 долларов цену меньше ставит, и у него полная загрузка всего отеля, потому что 10 баксов сэкономим, пива больше купила. Ну, просто манипуляции такие, рыночные, санскими. Конечно, конечно, а с виду кажется, да, ой, тут они тут конкуренции, все между собой отели, а деньги-то идут в один карман. Ну, а вообще, она как таковая конкуренция в Америке существует, или это уже миф? Ой, блин, ну, вот знаете, конкуренция, если ты вышел на определенный уровень, ты просто выставляешь цену, и какая тут конкуренция, за качество нужно платить, вот, ну, конкуренции, даже не знаю, как вам сказать, да, потому что, я же говорю, допустим, вот ногти делать, да, есть там дешевые салоны, в которых вьетнамцы, вот вьетнамцы полностью здесь вот оккупировали эти все салоны, ногти, да, я сняла ногти, потому что, ну, ужасное качество, оно дешевое, но ужасное, да, вот, и у меня вот конкуренция как, или девочка сидит два часа, тебе ногти делают, или эти, или эти вьетнамцы делают тебе там за 20 минут, допустим, да, вот эта конкуренция, конкуренция, но она делает качественное, и денег за это больше берет, а американки, им ржут деньги, стихом, они, знаете, на качество пьема, вот как, вот как, эта конкуренция, кстати, а сколько стоит ногти сделать? По-разному, там зависит от, ну, от 40 долларов, и выше. Ну, вот шелок, допустим, сколько стоит? Шелок, да, фиг его знает, я делала просто акриловые, ну, акриловые, да, не помню, как называется, ну, обычные, это вот эти, пластиковые, которые, они там, самое, но, от 40 до 60 долларов, плюс, ну, с эти, как нельзя, чаевые, да, приветствуются, плюс, чаевые, и в зависимости от того, какой дизайн, да, есть дизайн подороже, есть дизайн подешевле, как бы, все зависит от ваших словами, да, можно бесплатно со мной, можно, не дешево, получается, у вас там жить? Ну, конечно, не дешево, а что делать? Вот, поэтому, мой первый муж американский всегда говорил, мужчины ищут хороших женщин, а женщины ищут богатых мужчин, все, потому что, как устроишься, да, то есть, если ты не хочешь пахать, как собраска, да, то ищи себе мужчину, а если хочешь пахать, паши, но у тебя мужчины не будет, если них в тебе не будет, ничего там, все, как-то так, поэтому даже бизнесмены, у них, если он встречается с бизнес-вумен, такой же, да, у них обычно ничего не получат, потому что оба заняты, оба расписания, все, все, у него среда свободный вечер, а у него суббота, да, и все заняты, и они просто не могут встретиться никак, у них есть даже такая пародия, сидят, значит, два, очень быстро, ну, они выучили слова, и очень быстро пикируются, так, мужчина и женщина, да, он такой, я тут в рассвете сил, такой, самец, красавец, да, у меня деньги есть, и ты тоже вроде как ничего, да, ну, что, может быть, это самое, ну, поговорим, сможем ли мы создать семью, там, она говорит, да, без проблем, что вы предлагаете, он говорит, я предлагаю, там, у меня там квартира на Манхеттоне, да, загородный дом, там, на побережье Атлантического океана, и еще какие-то там, эти, виноградники, там, еще где-то, да, где-то там, в теплом месте, да, она говорит, отлично, у меня вот такая квартира, такая машина, такая, все такое, все такое, это все нормально, нормально, договорились, договорились, он говорит, так, сколько детей, он говорит, три, она говорит, он говорит, два, договорились, такие, торг идет между, да, вот это, вот это вот так, вот они, ну, это все, что, просто преувеличено, и вот они вот так вот, обо всем разговаривают, да, доходят до, до, надо поговорить о том, где они будут свое лето проводить, да, она говорит, я вот люблю там, в Майами, да, он говорит, я люблю там, где-то еще в Малибу, там, в Калифорнии, да, и это самое, она говорит, нет, только Майами, он говорит, нет, только Малибу, она говорит, ну что, это, ну как, не, ну как, мы тут не сможем договориться, да, это дилбрекер, неприемлемый, неприемлемый, да, встается, говорит, да, он говорит, ну что, жаль, мы попробовали, ну все, пойду дальше искать, все, очень известная такая сценка какого-то сериала, но это очень показательно, вот так вот, да, про секс дело не дошло до секса, потому что, как бы, они еще не добрались до этого момента, да, у них в Малибу неприемлемо, а потом и до секса дошло, да, сколько раз в неделю, да, вот он говорит, я могу только два, она говорит, а я хочу четыре, ну все, столько не состоялось, вот, как бы так, да, в общем, да, ну, все устраиваются каким-то образом, допустим, я живу в трехэтажном доме, да, а вот я знаю русскую женщину, она, вот, как бы, после развода, там, ей хватило денег только на дом, который, как бы вам сказать, ну, по-нашему, это вагончик, да, вагончик, знаете, вагончиком жили люди на севере раньше, вагончик, такой переносный дом, который мы уже садом, у нас там другой передвинут на колесах, вот, это не, это не мобильный дом, мобильный дом, это, который... Нет, модульный, модуль, ну, сейчас такое выражение, модульный дом, как контейнер, контейнер поставили, контейнер увезли. Контейнер, да, вот все, ей там одной хватает места, вот она на этом, как бы, остановилась, и все, как бы, у всех разные запросы, да, можно ее вот так закончить, по-разному у всех, так что, да, если повезет, то можно... Сложно, сложно там у вас жизнь, окажется, что так вот все красиво, как-то радужно. Все за ваши деньги, все за ваши деньги, даже вот эти парки, хвалю американские национальные парки, да, вы покупаете лотерейный билет, и половина из этих денег сразу отчисляется в фонд национальных парков, без разговоров. То есть, даже если вся страна, вот, кто-то недавно выиграл полтора миллиарда долларов, да, в Америке, вот буквально, вот, день-день назад, я не знаю, кто-то из Калифорнии, вот, это самая большая лотерейная, как бы, вот эта, да, фигня, вот. На самом деле, там не полтора миллиарда, там три миллиарда, потому что вот эти вот полтора миллиарда, половина уже отошла. В общем, каждый раз вы покупаете, да, половина этой суммы, сразу тут же идет отчисляется в эти национальные парки. Поэтому, когда вы заезжаете в национальные парки, там вы найдете обязательно красивую лужайку с этими, с мангалами там, да. Ну, он не как наш мангал, это их гриль, да, потому что там решетка сверху, это гриль, гриль-то решетка, вот, они на решетку меня сажают, да. Ну, мы решетку откидываем, свои шампурчики достаем, да, и так вот, тоже на углях, да. И там вот эти вот столики со скамейками, да, это одна конструкция, чтобы никто ничего не сломал, там вот такие доски, чтобы, ну, правда, можно было скакать, и ты там лбом не прошибешь, да, вот. И там все красиво, газончики, туалеты, все подстрижено, да, это за ваши деньги. Покупайте вот эти ризы, любятые товарищи. Оно все получается условно-бесплатно? Конечно, все условно, все за ваши деньги, ничего бесплатного нет здесь вообще. Есть, конечно, можно, да, у меня одна знакомая постоянно ездила в этот фудбанк, да, там туда, где люди сдают просроченные продукты или близкие к просрочке, да, вот, которые они купили, чтобы про запас, как бы, да, на всякий случай, вот. И с роботности выходят, они раз туда отдают. Ну, там можно и хорошие продукты, да, получить там и фрукты, и овощи, и мясо, и все-все-все. Многие люди жертвуют деньги, многие люди просто продуктами, да, как бы, ну, всякие варианты есть. Ну, кому охота есть просроченные там, я знаю, завтраки, да, повсяные. Еще неизвестно, как хранились. Да, да, поэтому, как бы, как бы, есть варианты. Вот, выживают в Америке все, да, не выживают только, ну, наркоманы, наверное, на улице, как бы. Вот мексиканцы, они кучкуются, они прям живут большими семьями, они все работают на них, мало квалифицированных, низкооплачиваемых работах, да, практически все. Ну, если вы работаете на стройке, вам платят больше, да, но мастером вы не станете, если вы не освоите английский язык, да, а многие мексиканцы, молодые те, курчат хорошо, да, а вот эти, те, которые постарше нашего возраста, он уже никуда не продвинется, он будет, так и будет плитку стелить, да, и все. И так он и будет гнуться на этой плитке до самой старости. Вот, они выживают тем, что они вот кучкуются, большими семьями живут, дом в Олимпандуне, как бы, всем хорошо. Американцы так не любят, мы живем вдвоем в трехэтажном доме, и это еще не самый большой дом, который можно позволить на двоих человек, так что, вот так, белые люди с белыми запросами. Ну, главное, что получается его обеспечивать, этот дом. Ну, получается, если не получается, люди продают, переезжают в более маленькое жилье, но, как бы, пока получается. Кстати, а как, сколько раз получается, американец за свою жизнь меняет дома? Ну, получается, достаточно часто такая. По-разному, очень по-разному. Есть такие люди, которые без конца, да, продают, покупают, продают, покупают. Иногда просто из-за того, что дом у нас в цене, да, и давай, ну, чтобы, как бы, ипотеку снизить, да. Ну, переезд, это вот, представьте, у вас пятеро детей, переезжать, да, с пяти детьми. Это ж, ну, как минимум три раза, да. Это первый дом, который вы купили, который старичка, да, который, там, я не знаю, или вот новый дом, но мало земли, да. Это потом второй дом, который вы уже покупаете, если у вас семья выросла, больше спали нужно, да. И третий дом, когда у вас дети выросли, вот минимум три раза, да, дети выросли, разъехались, и вам такой большой дом уже не нужен. Вы просто вот тупо уже убирать не хотите больше, да, жена сказала, я не могу больше убирать этот чертов дом, давай поменьше, все, продают, покупают поменьше, как минимум три, да. Ну, есть такие люди, они прямо вот любят свои дома, да. Вот мой муж, он как построил себе дом в Юте, так вот он в нем же, он его продавать не собирается вообще, пока вот он до такой степени не состарится, что ему трудно будет на второй этаж подниматься. Тогда он его продаст, и все, да. Но он в свое время тоже пять домов, наверное, как минимум, потому что с одного места работы не было, да, но в определенном месте он не станет, да. Вот так, думаю, и занижался по-разному, да. Интересно такое, получается, стиль жизни. Да, да, потому что зависит, если, допустим, вас повысили, да, на работу и перевели в другой штаб, да, потому что там открылось новое отделение, да, а вы захотели стать менеджером, и вам и образование, и опыт работы, и все, и связи вам, да, помогают, потому что вы можете быть умны, там, я не знаю, синие пяди во лбу, но если вы не умеете строить отношения с вышестоящим начальством, да, и достигать каких-то целей, то вам тоже не продвинуться. Вот. Вы вынуждены продать дом и купить новое в другое место, да, а потом вы хотите вернуться, обратно, углавливаться, там, еще как-то так. Вот у меня родственница есть по первому мужу, да, американскому. Она вот прям все силы положила свои на карьеру. Но вот это ресторанчик, да, и у нее над ней супервайзер, да, вот она хотела стать супервайзером, она побольше к супервайзеру, да, она работает с людьми, она следит за всем, а он только я не знаю, чем он занимается, вот, и она работает в две смены. Я вам серьезно говорю, имея четыре детей, она работала в две смены, вот. И, разумеется, если вы работаете в две смены по 16 часов в день от открытия до закрытия, почему она своему начальнику так не доверяла, я до сих пор не знаю. Вот. Она просто сгрузила с него все его обязанности. Он просто приходил на работу в 8 утра, уходил в 5 часов вечера, и все. У него просто лафа, вот малина, разбили малина, жизнь, дальше некуда, да. И вот что, и вот она пыталась, 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 ей уже обещали, 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 что мы вот специально для тебя новый ресторан построим, там, и все дела, короче, вы жевали из нее столько, как хотели. Но, как женщина она была, совершенно запущена, ну, деревенская бабунка, все. Волосы длинные в хвост, вот так вот, никакой косметики, никаких каблуков, никакого тебе, там, презентабельного костюмчика, там, ничего такого, да, все. Построили новый ресторан, да, второй открыли, потому что население как бы увеличилось в данной местности, по настроению новых домов, открыли новый ресторан. Наняли молодую, красивую девчонку в костюме. Она была так, она пошла и прямо заявила, да, уже, она просто потребовала с них ответа, почему вы мне не дали эту должность. Ей прямо так и сказать, ты на себя посмотри, давно в зеркало не смотрел. Ты на себя посмотри сначала в зеркало, а потом приходи обратно, все. Поэтому должна быть комбинация, да, вы должны хорошо быть одеты, как бы там, вот не говорили, что американцы. Все равно смотрят на одежду, все равно на одежду смотрят, как вы выходите, как вы разговариваете, как вы умеете себя представить, да, насколько вы уверены в себе. А потом уже и образование туда подкачивается, все, 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 как бы все, как и сделают, да, и все. И этой девке, тетке деревенская сказали, ну, вот работала ты по 16 часов, иди обратно работай. Нам такие рабочие нашатки, такая корова нужна самому, все, никогда себе не быть, потому что и возраст у тебя, тетенька, уже тебе за 40, да, как бы, все. Вот, и вот вместо того, чтобы работать бы по 16 часов, ну, у нее безвыходное положение, у нее муж там, короче, нифига не зарабатывал, а 4 детей растить надо было, а ей оплачивали за 16 часов. Да, как бы, у нее не ставка была, а вот именно по 16 часов, поэтому она, как бы, двух тут зайцев пыталась убить, да, и в конечном итоге ни одного не поймала, и здоровье подорвано, да, и молодость ушла, и своих не видела, и с ними муж сидела, и карьеру не сделала, вот, и вся не дала. И зачем все это было нужно в итоге? Да, вот именно, вот эта крысиная лозня, крысиная гонка, да, на выживание, это для мужчин, пусть мужчины гоняются, он нашел себе хорошую работу, и что, он не в офисе, и никому не должен, и ни перед кем не отвечают, но зато он не острый, поэтому я еще себе новую работу, на которой будет страховка. Мы платим, у нас частная страховка, да, не через организацию, то есть мы 1200 долларов в месяц отдаем только на медицинскую страховку, и то неизвестно, отобьем ли мы эти деньги в виде медицинских услуг, хотя, наверное, уже отбили, потому что у нее операцию на ключе надо делать, и там мне пару процедур делали, на этом мы отбили уже, не знаю. Но факт то, что мы каждый месяц 1200 долларов отдаем за частную страховку, это факт. А дантист туда входит, в эту страховку? Нет, дантист это отдельная страховка, и это все медицинская страховка, там трех видов бывает, да, это дантист, это очки, да, как это, окулист, да, на окулиста отдельная и медицинская отдельная страховка. Может быть, еще какие-то медицинские есть, но я о них не знаю, не интересовался, вот. Вот, обычно и дантист, и окулист, это очень маленькие деньги, с тебя высчитывают, ну, буквально там три опции тебе дают, да, самая дешевая, там, полтора доллара, может, тебя в месяц будет высчитывать, да, средний уровень, но она ничего не покрывает. Вот эти полтора доллара, может быть, одну пумбу тебе в году, там, какое-то все, средний уровень и самый, там, как они, платины называют, да, ты плачешь, там, 6, там, не знаю, может, 12 даже долларов, ну, немного, да, но там очень все равно. Вот это платины, да, я всегда брала себе самую лучшую страховку, платины, там тебе выделяется определенная сумма в год, да, и она оплачивает только 50% оказанных услуг. То есть, если ты пошел делать себе зубы, да, допустим, ну, какие-то пломбы, и тебе там насчитали, допустим, а эта сумма, допустим, ну, варьируется от 900 до, там, 1100, допустим, да, все, вот, то есть, ты сделал, получил услуг на 2000 долларов, да, 50% тебе страховка оплатила, все остальное, то есть, они 900 долларов отдали, ты 900 долларов отдали, и все после этого, все твое, все на тебе. А если вот эту сумму, а если эту сумму за год не использовала, она сгорает, или на следующий год перечисляет, пересчитывается как? Зависит от плана тоже, знаете, от многих вещей зависит, ну, чаще всего сгорает, да, не использовала, все, до свидания, тоже зависит от, да, зависит от многих вещей. У меня уже давно такой страховки не было, ничего не могу сказать, вот если я найду новую работу, да, сейчас на полный рабочий день, потому что я сейчас работаю там, ну, не знаю, 300 часов. Вот, если я найду себе работу, где будет зубная страховка, да, то я смогу уже точно знать, что она там мне покрывает, потому что каждый год меняется, каждый год они меняют правила игры. Вот если вы работаете на государство, да, допустим, на районное управа, да, как это по-русски сказать, ну, райотдел, там, местное самоуправление, да, там, управление, сельсовет, да, сельсовет. Если вы работаете на сельсовет, то страховка у вас покрывает вообще все, даже нет такого понятия, как, ну, я не знаю, короче, вы идете к доктору, да, и вам нужна какая-то небольшая операция, ну, там, я не знаю, какая может операция быть. Ну, то определенную сумму вы должны выплатить из собственного кармана в год, да, там такого нет, то есть все покрывает, сто процентов, да, вот это ты на государство работаешь. Деньги не очень большие, но очень выгодно в этом смысле, да, а если ты работаешь на работодателя, как, даже если на больницу ты работаешь, то все равно там, ну, допустим, страховку ты подписываешься, да, подписываешь всю свою семью, да, и там в зависимости от, допустим, если ты только для себя делаешь операцию, ну, аппендицин, допустим, да, самую простейшую, то ты в год на все про все у тебя больше, допустим, трех с половиной тысяч, все, что больше трех с половиной тысяч, покрывается торговка, да, вот, но три с половиной тысячи ты бы недоположишь, а если на всю семью, то есть и мужу тебе сделали операцию какую-то там, неважно какую, да, то это уже четыре с половиной тысячи будет, то все равно четыре с половиной тысячи ты заплатишь в собственном кармане, они у тебя есть, это еще вопрос, вот, да. Поэтому нужно всегда запас, всегда откладывать, то есть ты платишь по долгам и откладываешь, долги откладываешь, долги откладываешь, вот, все. Если у человека что-то случается, и у него нет денег, его что, оставят умирать, или как это вообще будет? Вот смотрите, в Америке тоже есть списание долгов, да, вот, допустим, мне три года назад, я вообще у меня работы не было, я только переехала из одного штата в другой, да, в Ютву, и мне нужно было срочно сделать там операцию какую-то, да, и там заходишь на веб-сайт этого госпиталя, да, и там, допустим, если у вас очень маленький доход, или вообще нет дохода, они списывают вам долги, да. Вот, можно с ними провести, как бы, звонишь в их бизнес-офис, да, так называемый, ну, а можно и не звонить, можно прямо форму заполнить на онлайн, да, и им это слайд просто подписать, это слайд, распечатать, все. И они там уже принимают решение, да, смогут им тебе списать или нет. И вот я им пишу, допустим, что меня так-то-так-то зовут, проживают там-то-там-то, да, у меня такой-то такой доход, прилагают документы, да, с работы, что я зарабатываю там 500 долларов в неделю, да, и все, мне этого не хватает на жизнь, допустим. Нет, 500 долларов в неделю, 500 долларов в месяц, да, там сколько-то, 500 долларов в неделю, это я сейчас зарабатываю, тысячи, да, месяц, вот, и это самое. И там они уже принимают решение, они могут сказать, мы можем списать им половину суммы, а остальные давайте по 100 долларов в месяц вы нам будете выплачивать, да, вот, или они скажут, ну, мне списали всю сумму, потому что там такая операция была, ну, незначительная, да, потому что сумма была незначительная, вот, так же большими операциями. Вот, если ваш доход позволяет вам, и вы можете выплачивать эти деньги, допустим, это тоже займ от банка, да, вы платите проценты на это, это же не просто так, или вы платите всю сумму сразу, или платите на 2 тысячи больше, но в течение какого-то времени это проценты, да, получается, как по-разному, по-разному, вот. Там от страховки зависит, есть страховка, нет страховка, в общем, выход есть всегда, только в том случае вы останетесь на улице, да, это если вы, допустим, большой крупный специалист, и вы вообще вас вышибло, вот, вы стали лимбалидом, допустим, да, и дом ваш ничего не стоит, и вы не хотите его продавать, как бы, и жена от вас ушла, и, как бы, и вообще жизнь разбита, и вы не хотите больше работать и сопротивляться, тогда, да, вы на улице. Ну, вот мой муж, допустим, да, он работал на скорой помощи, доктором скорой помощи, да, и в его машину, когда он вез пациента в больницу, врезался в грузовик, то есть он остался в инвалидном кресле на целый год, вот представьте себе, какие повреждения были, пациент привязанный, вот, ну, он ложат на каталку, да, его там пристегивают как-то, а, будьте, пожалуйста, а доктор на скорой помощи, он не пристегнут, он стоит там, что-то там, свои манипуляции, ну, вот так там, размазала по этой скорой помощи, что вот он полгода, он сидел в этой коляске, да, он не работал, вот, но когда ты устраиваешься на работу, там есть специальная, вот, и ты подписываешься на страховку, да, там есть специальное отдельное страхование на период беспомощности, да, допустим, если с тобой переключилась авария. Недееспособности, да? Недееспособность, да, то есть 75% тебе зарплаты, эта страховка будет высчитана, ну, сколько, сколько людей попадает в такую ситуацию, да, я никогда не слышала, чтобы скорая помощь попала в аварию, честно говорю, вот мой муж, да, он единственный, кого я знаю, кто попал в аварию, едя в скорой помощи, допустим, да, каждый работник выплачивает какую-то сумму, кроме того, что это просто страховка, которая тебе позволяет на период недееспособности, да, это отдельная страховка, есть еще рабочая страховка специально для рабочих этих, ну, как сказать, есть травмы, да, для рабочей травмы, плюс она еще, в общем, за счет этого он только, да, он содержал семью, он сохранил свой заработок, потому что в свое время он платил эти деньги, все, он получил травму на рабочем месте, все. Если ты в машине травму получил, там автомобильная страховка подключается, если у тебя хороший план, да, потому что ты можешь самую дешевую себе страховочку взять, которая тебе только 20 тысяч покроет, да, а можешь такую, которая 100 тысяч себе расходов покроет, да, есть же разница, вот, все зависит от того, сколько ты платишь. Дальше, значит, если ты просто шел-шел, и на тебя дуб упал, да, и причинил тебе все, тут уже никто не виноват, тут уже ты сам, это уже, да, это проблема очень большая, потому что кто тебя платит? Медицинская страховка, оплать тебе определенную сумму, да, а если ты столичила так, что ты остался в кресле, там, вот, навсегда, это все, ты пропал, ты пропал, если у тебя нет сбережений, это все, и жена тебя бросила, все, это конец. Вот, а если у тебя травма небольшая, допустим, ты всегда можешь дом продать, переехать маленький, да, если жена согласна, тут же все, что от женщин зависит, как от женщин. Если ты был, допустим, кардиохирургом и зарабатывал там 200 тысяч в год, допустим, да, и ты там, это самое, я не знаю, там, шел, подскользнулся, упал, очнулся, гипс, да, ну, ничья вина, да, и ты не можешь больше оперировать, вот, и твоя жена сказала тебе чао-какао, да, и ты вообще не смог ты встать обратно на ноги, да, все, конец тебе пришел, все зависит от твоей силы воли, потому что мой муж, вот, он целый полгода сидел в этом кресле, но он выкарабкался, да, он весь в шрамах, весь там, это самое, но он выкарабкался, он обратно пошел, и он стал, ну, как, в этом направлении опять вернулся в медицину, как бы стал дорабатывать, да, двое маленьких детей, жена не бросила, видишь, молодец какая, а если бы бросила, а если бы он запил, да, с горя, вот, всякая была, поэтому, да, когда говорят, что вот ты работу потерял, и все, ты на улице, ну, неправда, неправда, ты на улице, то, если только жена тебя обобрала, все деньги со счета забрала, машины все забрала, да, ну, как такое может быть, может, суд пойти, да, а ты вот спился с горя, и перестал сопротивляться, все, тебе капец, а если ты хирург-кардиолог, да, и не можешь больше оперировать, ты можешь всегда пойти в университет и преподавать, начать лекции, да, по хирургии, ну, выход есть всегда, опускаются люди, да, опускаются люди на дно, а здесь, кстати, мужчины, почему вот эти все политики работают, да, он еле ходит, а он еще работает, да, потому что здесь так принято, здесь не принято на пенсию вообще уходить рано, вот у нас, когда бой был, да, по повышению пенсионного фонда, все прям взвыли, да, вы посмотрите, что с мужиками творится, он вышел на пенсию, и куда, во двор к мужикам пиво пить, да, он потерял свою сущность мужскую, это, я понимаю, что он выработался физически, да, а если он не выработался еще физически, может приносить там какую-то позицию, да, а здесь мой муж, он не собирается на пенсию до 70 лет выходить, все, он себе так планирует, он и меня планирует тоже до 70 лет, но я сказала, нет, я не буду работать до 70 лет, у меня утребение, как только я смогу получать пенсию государственную из расчета его пенсии, потому что я на пенсию только не заработала, да, я приехала в 2007 году, если я заработала там 20 долларов в месяц, то это просто, ну, не знаю, нужно от радости тут скакать, да, он проработал всю свою жизнь, выйдя на пенсию в 70 лет, если ее не отменят, конечно, да, я говорю, social security, да, это государственная пенсия, да, которая, он из расчета всех его доходов, он будет 3,5 тысячи заработать денег, это, ну, мало, мало, мне мало, вот, а я буду получать пенсию из расчета его пенсии, да, 50 процентов, как минимум, то есть, ну, уже, уже что-то, да, плюс я еще там квартиру сдаю, там, ну, как-то это самое, да, вот, поэтому, поэтому все зависит от обстоятельств, да, насколько вы, вот, сейчас моя дочка делает карьеру, трое маленьких детей, самый младший пошел в первый класс, да, она просто сказала, мне надоело быть бедной, и она пошла, и она добивалась, добивалась просто своего, вот, она до определенного уровня дошла, а там дальше все, там тупик, потому что там уже директора, все вот эти, да, начальники отделов, там, производства, все такое прочее, там, ей или нужно мастерскую степень защищать, да, это, то есть, быть, ну, специалистом, например, своим специалистом, да, вот, или быть чем-то родственником, потому что там все тепленькие места уже заняты, это частная компания, частная компания, там все своих дочечек, сыночечков уже в ель давно отправили, да, там эти, престижные, они-то все отучились, и у них уже резюме намного лучше, потому что они, там, ну, уже образование, там, то, 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 на самом деле. Все сидят, ждут, когда место занять. Конечно, конечно, когда место освободится, как-то на Песе уйдет, и свое обыстренькое, там, уже все распределено, а семьи тут большие, как-то пять-то шесть детей всех пристроить надо, вот, представьте себе, и тут моя дочечка вообще ниоткуда, да, не везла. Получается, Америка сейчас это кастово-сословное общество, что ли, вот, как-то вот так выглядит. Да, всегда, но так было, а когда так не было? Когда был в Америке президент, который был, допустим, сына простой учительницы, да, как Владимир Владимирович Путин, мама учительница, папа там, кто у них там, папа, обычный рабочий, да, был. Да, рабочий завод. Да, рабочий завод. Кланы, кланы, они все, вот, из поколения в поколение, будешь младше, будешь старше, сколько еще можно, они там все меняются просто, фамилии разные, а клан-то один, все они богатые люди. Вот, из поколения в поколение, передают свое по наследству. Единственный способ втиснуться туда, это только жениться на дочке какого-то вот ихнего, да, на дочке мужа женишься, и будет тебе счастье, да, или за сыночка, за их, а там вообще закрыт, клуб закрыт, да. Поэтому богатых людей в Америке не видно, они все шифруются. Если женщину еще можно определить, да, у нее останка, у нее кожа, у нее волосы, там все, ну, она одета хорошо, да, там все, к ней не прикопаешься, у нее по поведению прям видно, даже если она будет в шортах за 3 доллара, да, выйди там, пивка купить, или там, ну, на природу едет, она же не будет там, версачи носить, да, вот. То мужчин не видно, он в этих шортах за 3 доллара будет тебе, это самое, поедет там в магазин, купить тебе, ну, что-нибудь такое, ты его никогда не раздвигаешь вообще мужика, потому что только в церковь, в церковь там костюм, там жена купила костюм, да, он уже хороший будет, видно по качеству сразу, вот сразу, а в обычной жизни он выехал на своем форде стареньком, да, ты никогда не поймешь, что он богатый мужик, вот. А свои бриллианты они наневают только в закрытых ресторанах, в закрытых вечеринках, то есть вот он уже на богатой машине со своей женой едет, потому что это уже уровень, да, не друг другу, вот, там едут там на какое-то событие, да, там кто-то замуж уходит, все, тут он уже самую хорошую машину берет из гаража, жена в самом дорогом платье, со всеми бриллиантами какие-то там есть, да, но их не видно. Если я им не прислуживаю в этот момент, да, напитки не разношу, как-то, я их никогда не убежу. В общем, истинно богатых людей, истинно, так скажем, хозяев всего, они как бы и не видно. Да, Калифорния не относится, в Калифорнии там культ тела, да, там культ красоты и все, что она последние деньги там накопила, да, и пошла себе зубы сделала, допустим, белоснежные, да, накопила там денежонок, пошла себе грудь увеличила, да, там убрала, там липосакцию сделала, в общем, как бы это самое, они марку держат, там не поймешь, что богатые, ну, может, просто по поведению, потому что очень богатые люди, они очень воспитанные, у них хорошая, красивая речь, у них манеры, у них осанка, там, да, они никогда не будут так сидеть, это точно, вот. Мужчины точно так же, там не поймешь, сколько у него денег в банке, да, потому что, может, он последние гроши пошел и стратил, только чтобы девчонок привлечь, да, и машина у него там, я не знаю, какого года выпуска, да, ну, очень дорогая, но она старая, допустим, да, и взял он ее там через десятые руки, уже она прошла, как бы, ну, он купил ее туда, да, как бы, ну, не видно богатых людей, поэтому в России жить тяжело, потому что в России, допустим, люди, которые, ну, есть такое прослойка населения, да, которые вот любят покичиться своим богатством, да, и вот это раздражает других людей, а здесь в Америке краснотряпкой никто, потому что они знают, что это чревато, конечно, дураки. Поэтому, да, все тихо себе, спокойно ездят на стареньких машинах, как бы, не высвечиваются, да. Я говорю, будешь стоять рядом в Старбаксе и никогда ты не знаешь, что ты миллионер рядом стоит, стоит. Они в Старбакс будут заходить? А почему нет? Да, почему? Старбакс нормальный. Потому что американцы не знают, что такое хороший кофе. Часы за полмиллиона долларов он тоже делать не будет? Не будет. Нет, а зачем? Зачем привлекать себе такое внимание? Не надо. Вот у меня, допустим, соседи все, да, вот владелец компании какой-то, да, обыкновенный мужик, да я бы в жизни не подумала, что он миллионер. Он себе на склоне горы, вот склон на 60 градусов от кост, да, там еще один дом стоит. Он себе на этом склоне строит бассейн. Вот уже целый год что-то, не знаю, почему не может, может, инженерное там какое-то техническое решение само, да, вот такая масса воды, она еще не должна сползти на том дом. В общем, короче, они там солидно все строят. Вот, но сам факт, что жена у него обыкновенная баба, вот я ее встретила в магазине, когда бы в жизни не подумала, что она вот жена, ввалился компанией, да, живут они с родителями, кстати, богатые люди живут по три поколения в доме. У них бабушка, дедушка и дети все в одном доме живут. Все мои соседи живут со своими родителями. И не потому, что так дешевле выжить, а потому, что вот клановость, понимаете, вот семейная, вот это все, чтобы они знали, кто их бабушки и дедушки, да. Ну и, наверное, и выгоднее в каком-то смысле, да, не знаю, не могу понять, не могу понять. Вот, и места много, большие дома, огромные дома, вот, и поэтому, да. И этот сосед, он не отсвечивает, я бы, я говорю, я бы прошла, я бы даже не подумала, что он хозяин этого дома богатого. Я самая красивая тут, я самая охоженная, потому что я русская, мне надо там чуть-чуть там, да, а они нормальные, шлипки за три доллара, он измогут, так. Зачем, зачем тратить лишние деньги, клядомости, к кому-нибудь. Так, да. Жизнь очень интересная, в Америке. Не то вам рассказать. Ну, я тоже слышал много того, что нигде не услышишь, там, про телевидение, радио, там, новости, а ты вообще ничего не услышишь. Ну, там однобоко, понимаете, они, вот, вы знаете, даже вот на передаче у Соловьева иногда вот мне в голову приходит какая-то мысль, да, я бы, допустим, обязательно пригласила бы эксперта какой-нибудь. Глаз народа, да, вот, глаз народа. Вот что обычные люди об этом думают? Я как женщина, что я об этом думаю? Вы, с твоей точки зрения, может быть, упустили что-то, да, а мне вот иногда такая мысль приходит, совершенно очевидно. А вы, допустим, даже не подумали об этом. Вот, поэтому, ну, как бы, когда забираешься на гору, да, тебе горизонт видно, а под ногами выросло незамеченность, да, поэтому, как бы, а я вот снизу вижу, у меня другой вид совсем. Поэтому, как бы, да. Раньше, да, как-то были передачи, когда люди что-то говорили, показывали, а сейчас как-то вот тоже этого нету. Да, нету этого, вот совершенно хорошо. Каждый думает себя таким специалистом, прям сил нету, знаете. А вот я, допустим, всем рассказываю, что такое помощь по-английски, да, слово help, помогать, да. Ведь мы же, оказывается, я вот столько лет прожила в Америке, я не знала об этом, случайно, случайно просто такая ситуация была, когда человек сказал мне, давай я тебе помогу, дал мне денег, потому что мне, вот, ну, надо было, если, там пеня же идет в банке, если вовремя платеж не сделаешь, да, то у тебя пеня поступает, да, это очень неприятно, как бы, а сумма была хорошая, такая, больше тысячи долларов, да, как бы, у меня не было на тот момент суммы. Деньги у меня появлялись через несколько дней, а платеж надо было сделать сегодня, вот, все, вот до 12 часов ночи, хоть и тресну. Человек сказал, я тебе помогу, дал мне денег, да, муж мой собственный. А потом спросил, когда вернешь? Вот это помощь. Потому что если вам что-то дают безвозмежное, даже если не своя жена, это уже благотворительность. Поэтому украинцы наши все в таком восторге бегают, потому что им помогают, да, а на самом деле американцы вкладывают в это понятие совсем другой смысл. Вот этот маленький нюанс, мы вам поможем, да, но на самом деле мы-то знаем, что мы имеем в виду, что вы нам потом все это вернете. А вы как дураки. Процентами. Да, да, с процентами, конечно. Но так как это мой муж, проценты он с меня не взял. Ну, благотворительность проявил. Да, да, ну вот деньги пришлось вернуть. Ну, я после этого сказала, мне такой помощи не надо, я все сама, потому что эти долги, я как бы еще до замужества появились они у меня, поэтому я все сама, нет, спасибо, не надо. Такой помощи не надо. Спасибо, да. Вот, а американцы быстро прочухали это, они же четко, они же тоже не дураки соображают. Они увидели, что слово помощь, да, в нашем языке означает это что-то безвозможное, да. А так как они тайну не разглашают, а мы как бы рады, ну, не мы, они, украинцы, радуются, что, да, помогают им, как бы, все, вот эту вот удочку, наживку заблотили, а до самой, я не знаю, двенадцатиперстной пешки. Они, в общем, помощь с благотворительностью перепутали, получается. Конечно, 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 вот в чем вся и проблема, поэтому они, я вот смотрю видео наших блогеров, да, там они поставили, да нам помогают, да вы ничего не знаете, да вы что, да это же дело такое, что вот они нам дают и будут давать. Ага, сейчас, разбежались, вы потом распачиваться землей будете, потому что это все, что у вас осталось, земля, и все, все вот эти вот, весь капитализм, это экспансия, им земля нужна. Они даже если ничего с этой земли не возьмут, они там домов понастроят и продадут, и все равно деньги выучат за этим делом, так что не надо обращаться. У тебя там эта земля уже вся расписана вдоль и поперек. Да, уже половину продали, уже все. Как там, Зеленский обещал, что Украина станет Израилем? Помните-то его выступление? Да, ну там тоже, как бы, если так вот посмотреть на цепочку событий, да, то, допустим, есть в этом смысл какой-то, потому что самый простой способ людей убрать с земли, это устроить там войнущину. Все, люди сами уедут, они будут рады уехать. Они еще и благодарить будут, спасибо вам, что вы нас так это... 18 миллионов уехало. Ну да, да, и еще больше уедут. Сейчас им нужно... Сейчас им выгодно не то, чтобы они уехали, а чтобы их уничтожить, чтобы некому было возвращаться назад, поэтому мужчин не не пускают. Женщины-то они послабее, как бы, да, мужики-то могут собраться и навалять кому-то, а женщина что, она замуж выйдет, да, в другой стране, она уже как бы возвращаться ей не обязательно будет. Вот. А мужчины, они более привязаны к месту жительства, да, им деваться некуда, их никто замуж не возьмет, как бы. Вот. Поэтому их лучше изничтожить, и земля таким образом освободится, истина, если правильно? Правильно. Вот. А если, не дай Бог, Израиль свои планы воплотит и построит эту церковь, храм свой на месте мечети, которая сейчас в Палестине где-то, да, и не дай Бог на Израиле ополчится весь мир, мусульманский мир, имею в виду, да, Израилю придет конец, и все эти израильтяне должны куда-то будут ехать. А где освободилась земля? В Украине. Как бы все логично, да. И там земли много, есть куда расти и развиваться. Главная проблема Израиля, места нету. Хороший климат, да, хороший климат, хорошие соседи, чем им русские плохие соседи? Отличные соседи, что, не воинственные, да, мы когда сажали, проявали-то. Вот. Торговать хорошо, да, вот, да, и даже этот эсминец, или так там, как это, авианосец, да, который зашел в залив. Ну, извините, когда, когда возле Нью-Йорка спула подводная лодка, ее никто не заметил, был большой скандал в Америке, да, точно так же и... А когда это было? Да, не знаю, когда это было, но было такое. Две подводных лодки подошли прям вплотную к берегу, их никто не видел, никто не заметил, никто не засек, а они всплыли, вот, прямо, подвоз. был большой скандал. Но я о чем говорю? Я говорю о том, что этот, если наши подводные лодки вот настолько хороши, да, как говорят, ну, я этому верю, честно говоря, то, допустим, и наше вооружение, то, допустим, сделать небольшую дырочку в этом авианосстве большого труда не составит, понимаете? Никто не заметит, и никто не увидит. А вы помните, когда Киеву дали комплекс Патриот, и вот когда ударили по этому же комплексу Калибром, они выпустили 36 ракет, и все равно Патриот был поражен. Калибр называют убийцами авианосцев. Да, 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 да. Поэтому я говорю, ну, нам не обязательно по воздуху пускать, это слишком очевидно, понимаете? Самый очевидный способ избавиться от авианосства это по дну, понимаете? Содна что-то запустить, если наши подлунные лодки настолько незаметные, то никто и не поймет, что произошло, понимаете? А когда оно затопит и пойдет ко дну, то там уже доставать его никто не будет, такую громадину, как вот этот, как его. Титаник доставать не стали, да, а тут и подаврить очень его взять. Поэтому Израилю ничего не поможет, я в том смысле говорю, если весь мусульманский мир ополчится, если снесут мечеть, а это очень-очень-очень важный как бы такое религиозное место, религиозное, да, вот, и весь мусульманский мир из-за этого ополчится, а Ближний Восток это история именно религиозных войн, да, кристовые воины, да, кристовые походы. Да, тот же ислам огнем и мечом прокладывал себе дорогу и обращал неверных как бы в ислам тоже военным путем. Поэтому как бы это, это очень такое взрывоопасное местность взрывоопасная, да, вот, и поэтому как бы, да, Израиль юристы, потому что один Израиль против всех, против маленькой Палестины, Израиль может быть и силен, а против всех арабов во всем мире это практически ничто. И им придется куда-то перемещаться. Мы подготовили землю битаванную, они же туда ежегодно ездят, у них там фестиваль проходит, вот я им все забываю город, ну, знаете, наверное. Да, 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 я слышала, да, 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 да. И там уже все написано на еврейте и прочее, там сами же украинцы жалуются, что говорят, где тут все по-украинскому, тут все на еврейте. Прошла информация, что сейчас тем евреям, которые заезжают в Украину, платят 20 тысяч украинских тубликов, как они, не знаю, скажем, если чего из-за главы. Не, ну 20 тысяч гривен это небольшая сумма, по сути. Небольшая сумма, но тем не менее, тем не менее, на проживание хватит, а там сами пункты есть. Главное же земля, главное же, где было, чтобы было построить, вот пошло. А евреи тоже не бедные люди, у них там целое, как бы, это, тайное общество, это, потому что я знаю, что они поддерживают своих очень сильно, как бы. Да вот тот же Днепропетровск, или как он сейчас, Днепр, самое большое здание в городе синагога. Вы не видели? Посмотрите, синагога в Днепре, вот в интернете, просто взгляните, как это выглядит, там гигантское такое здание в виде семисвечника. К тому же, да, последняя шутка, никто не, никто не уничтожает нацистов так, как Зеленский, да, во всем мире. Потому что он просто на бой не пухает. Ну, ладно, пойду я, у нас уже пять часов. О, понятно, спасибо за интересный рассказ, большое, очень было приятно с вами пообщаться. Спасибо большое вам. Не дала вам слова даже сказать. Да нет, вы так интересно все рассказывали, что мне это просто драгоценная информация, это очень интересно было услышать. Спасибо. Вы знаете, я знаю, что многие со мной не согласятся, особенно русские, живущие в Америке, потому что они дальше, собственно, чаще всего ничего не видят, знаете, и как бы есть такие процессы, которые невооруженным взглядом и взглядом просто не видны, их нужно понимать, да, и в этом нам очень помогает киножурнал «Хочу все знать». Спасибо вам. Советское. Да. Спасибо вам большое за позитивный разговор, всего вам хорошего, наилучшего и любви и счастья вашему дому. Всего доброго. До свидания.